Девушки отдыхают Максим, по-моему, пришел идеально вовремя. Понимаешь? Девушки отдыхают Передаю зрителям привет. Вот он мой хороший. Устал, не выспался. А ты потом это все в видео добавишь. Конечно. Не надо. Смотри, какая очаровательная улыбка. Смотрите, человек работает. Воскресенье, между прочим. Между прочим. Сегодня воскресенье. Вторая неделя без выходных. Вторая. Ребят, для вас... Его за это очень хорошо заплатили. Слушай, вот мог бы это не говорить на видео. Люди для вас готовят ребят. Ребята, две недели без выходных. Это мы тут халявщики. В основном. Нет. Вы вышли правильно. Отошли мы правильно и дошли. Белая штучка. Тут нет ее. Вот она. Себя больше надеваем. Держитесь за поршень. Осторожно, дверь закрывается. Артем знает, о чем я сделаю. Какая песня к своей любимой, которую ты с утра отнял? Ёбаный ту сто пятьдесят четыре. Да, да. Что? Про клаустрофон. Клаустрофон. Нет, у меня у тебя подустанность. Ну и не выспался, да. У меня под домом метро строят. Даже не выспался. Двадцать шестой. Двадцать или пониже. Кому у нас по плану? Слушай, ну я не знаю. Как у нас по плану? Я думаю, что пресс же вы мне приготовили. Наверное, мне надо будет рассказать. Давай. О Repechiva, в В qr. einer ночи сидели. Не знаю ж где она. Ты знаешь куда-то priorовать. Я не знаю. Моя sixth рак видим. Так, ладно. Так, кто не знает, это Антон Шалаев, продюсер проекта, а это ребята. Понял ребята, продюсер проекта, все здорово. Вадим, Артем, Костя, Юга. Я часть уже знаю. Степан, Степан. Ну блин, так, все. Не-не-не, давай поищем, а то как-то вишнем. А почему ты про него не сказал? Про Югу? На самом деле, вот. Я даже, если честно, не знаю, как и начинать. Обычно, если бы это был, допустим, какой-то ролик, который снимали, то я бы сказал, типа, «Все привет, с вами Антон Шаваев, продюсер Revelation». Ну, в целом, как бы, могу и сейчас сказать. Всем привет! Меня зовут Антон Шаваев, и я продюсер русскоязычной версии Revelation. Сегодня расскажу, на самом деле, как у нас будет стартовать ЗБТМ, что у нас будет в первом этапе, почему у нас там это будет в первом этапе, и чем вообще, собственно, для нас проект Revelation оказался таким очень необычным. И вот я просил недавно, еще до начала нашей беседы, попробовать перевести мне слово «челленджинг». То есть это когда-то что-то сложное, какой-то вызов, но при этом это не всегда в плохом смысле. То есть это не значит, что у тебя проблемы, это значит просто, что ты должен, ну, пускай так, делать еще, работать еще больше, еще лучше, чем раньше, чтобы какой-то достиг успеха. Ну, вызов, я не знаю. Ну, то есть в любом случае можно сказать, что да, работа с Revelation стала определенного рода вызовом для нашей команды локализации. Вот мне подготовили замечательную презентацию, я ее, если честно, смотрел, читал, но рассказывать вполне возможно буду и о чем-то и от себя. Тем более, опять же… Да. Вот. Я ее сейчас еще раз прочитаю на всякий случай. Вот. Revelation – масштабный проект, который содержит в три раза больше материала, чем локализации, чем другие проекты игрового направления Mail.ru. Это правда. Это правда. То есть можно разное сказать о Revelation. Многие там люди спорят, там, за что-то там сложно, легко, классов много-мало, да, то есть там PvP там, настоящий ли это хардкор PvP или ненастоящий. Ну, абсолютно точно можно сказать, что в Revelation больше всего контентов, механик, каких-то возможных активностей, чем в любом другом проекте, в который я вообще, в принципе, когда-либо играл. Вот. Почему говорю, что играл? Ну, например, я знаю, что в World of Warcraft они с развитием реально очень много чего, собственно, доразвили, там, куча всякого… Я вот до последних года четыре World of Warcraft не играл, не знаю. Но на старте, да, вот всего год прошло с официального релиза в Китае, там действительно больше контент, больше систем, механик, некоторые эти системы, механики небольшие, мы продолжаем находить прямо сейчас. И второй, как бы, ингредиент, почему это стал объем, самый большой объем локализации, кроме того, что это сам по себе очень такая махина, огромнейший проект, это то, что, как мы уже говорили, есть замечательный Цзянь-нянь, да, то есть вот такой Лукьяненко от Китая, который там дофига книжек продает, которым получили сюжет писать. Ну, вот, вероятно, ребята решили, что если уж у них есть такая роскошь, как великий писатель китайский Цзянь-нянь современный, то, наверное, надо же побольше, типа, текстов, квестов и историй туда, в эту игру положить. Что и было сделано. Вот мы недавно говорим, что гринда у нас практически нет, прокачка действительно идет по квестам. Квесты очень объемные и по тексту, и по сюжету, и по каким-то, собственно, ответвлениям. Там есть основной сюжетной линии, да, то есть квестовая линия, там есть побочных, очень много квестов различных, причем они очень мне нравятся, там видно, что высокое качество билетристики, то есть они каким-то образом, побочные квесты, они либо там представляют себя персонажем, который ты там увидишь в конце, там где-то когда-то, и они будут играть какую-то действительно существенную роль в сюжете самом. Вот, они рассказывают тебе историю мест каких-то, да, где ты оказываешься, вот ты проходя вот именно побочные задания. Они какие-то личные трагедии там, собственно, тоже представляют, то есть вот там вот недавно как раз видел, там что-то девушка не хотела уходить замуж, подошел, как редактор работы сзади посмотрел, там тоже какой-то драматизм, да, то есть вполне себе. Интересно. И вот действительно, не кривя душой, мы посчитали примерно 25 миллионов будет у нас в итоге русских символов. 25 миллионов. Давайте сразу, что такое 25 миллионов? 25 миллионов – это русских символов, да, потому что у нас сейчас все на китайском. Китайский, опять же, отличается в том числе и от корейского, что это полноценный иероглифический письмо. То есть если корейцы, у них один символ – это слог, то есть слоган и у них письмо, то китайцы там двое иероглиф могут означать полноценную фразу. И вот мы окончательно, да, то есть это важно, мы окончательно доделали, дополишили, да, то есть это не значит, что перевезено, перевезено у нас практически все, но именно дополишили треть, да, то есть это 8 миллионов текстов уже окончательно у нас отработано и обработано. Что значит окончательно отработано? У нас непосредственно все тексты, которые попадают в игру, особенно если это высокое качество текстовки, да, то есть они все отсматриваются вручную литературными редакторами. То есть это не просто перевезти, да, то есть переводчики, понятно представлять себе, естественно, работают несколько переводчиков, несколько потоков и эти переводчики сдают какой-то объем текста, не в виде игры. да, то есть разные люди работают, между собой особо не общаются. да, то есть есть какие-то общие глоссарии, но, тем не менее, глоссарии, там все-то не закроешь. В любом случае это будет, если поставить эту в игру довольно-таки странный текст, не всегда связанный. Да, то есть, конечно, это будет уже не Промтовский перевод. Слушай, какой же я старый, да, то есть, теперь говорят Google Translate. В моей памяти был Промтовский перевод, самый модный, когда вот эти вот лучшие игры от Паргус. Да, да, да. Ну вот, это уже не Google Translate перевод, но, тем не менее, для хорошей истории, то есть, для высокого уровня, там, билетристики, для того, чтобы там, у нас, кстати, очень много людей действительно хотят почитать квесты, почитать сюжет, посмотреть, что они там, как развиваются, что происходит. Вот, и вот, у нас все это должны осматривать электронные редакторы. У нас работает на проекте, вот я сейчас не вру, больше всего редакторов, чем над любым другим драйвом. Почему? Потому что очень все объемно, да. Восьмь китай. Да, это вот, говорю, восьмь, нет, не в одной китайской игре, у нас были китайские игры, да, то есть, восемь лямов нигде не было. Вот восемь миллионов, которые у нас сейчас в отпольщенном состоянии, это больше, чем в среднем, в ВГ-игре вообще, в принципе, есть. Вот, я, например, этого, если можно потом вырежьте, ну, вот я знаю, у нас игра выпускается близко к нам, там, по-моему, вот, по нашим оценкам, объем локализации меньше, чем то, что вот сейчас мы уже окончательно подготовили. В принципе, всего. Раз так в сто, наверное. Ну, вот просто, потому что реально, то есть, огромное количество, все это должны руками мы все делать. Причем нельзя слишком много насыпать редакторов, то есть, можно много их взять, но если, допустим, их наймешь, там, 50, то будет большая, на самом деле, ерунда, потому что они между собой не будут общаться, они будут не знать, как бы, ну, типа, вообще, вот как это сюжетная ветка, какой это персонаж, там, координировать. Они должны синхронизироваться постоянно, да, то есть, вот как вот книги переводят, если книгу переводить, там, несколькими, там, переводчиками, редакторами, получится, скорее всего, какой-то, вот, такой рваный, воскликный диет. Слушай, там уже определились? Да, он уже у нас есть, можно будет посмотреть на версии, вот, посмотрите. Как у нас название? Фритц-квадрат, насколько я знаю. Ну, я говорю, посмотрите в версии, посмотрите, как он выглядит. То есть, мы экспериментируем, там были проблемы, технического рода были очень большие сложности, потому что, как я уже говорил, вранье, проект изначально под локализацию не планировался. Вот, таким образом, все тексты были неудобны, какие-то таблички под локализацию, да, то есть, вот, в этом плане очень хорошо, корейские игры, они всегда готовятся под продажу, под лицензирование, там, они всегда готовятся под локализацию, делают эти таблички, ты в одном месте смотришь, в другом, там, собственно, правишь, в третьем, там, у тебя, там, несколько колонок, разные языки, можно приключать. Здесь вообще ничего подобного. Выдирались просто все изживую скриптов. Честно, мы, когда, ну, только начали играть время на Китае, изначально первый вопрос был по поводу этой же самой локализации, да, ну, не от разработчиков, а вот эта вот фановая сейчас локализация. Ага, ну, да, да. Полезли смотреть, как его, собственно говоря, перевести, да хоть банально этим Google Translator, мы офигели. Ну, да. Это было настолько неудобно. Вот ты представляешь, да? Это был какой-то звездец. Я представляю, потому что, собственно, смотрю за, так скажем, фановым переводом. Вот, и насколько там, это очень сложно добраться до этих строчек, просто хотя бы. На стриме у меня появилось, так сказать, второе прозвище, когда я играл в Китае в Revelation'е, Суп Курица Листва, что-то такое, вместо титула перевели на трансценнете, на ником персонажа, допустим, там, Юга, Суп Курица Листва, там, что-то такое. Суп Курица Листва, и вот это Суп Курица. А это один и роглиф там был. Вот один и роглиф. И вот, ты представляешь себе, вот я даже не знаю, ты, вы, какой-то, и вот для нас они пытались писать, как бы, непосредственно тулзы, которые с этой локализацией работают, но, опять же, все было разбросано по разным часам игре, все захардкожено, до сих пор мы какие-то вещи для себя находим, да? Вот. Ой, ребят, мы тут забыли перевести, давай. Не-не-не-не, примерно оно так и есть, то есть не то, что забыли перевести, говорит, а это у вас вообще откуда вылезло, говорит, о, а это у нас есть скриптик, там всего там, условно говоря, 20 строчек, но вот он есть, он совершенно другой, вот он вам расковыривает и смотрите. Вот, вроде как, ну там процентов 95 мы уже знаем вообще, что с чем работать, в любом случае это не просто никаких вот этих вот казуальных вещей, а-ля поставил в табличку, каким-то образом собрал в клиент, запустил, такого даже близко нет, но, опять же, прогресс очень сильно значительный. Так, ну вот, кстати, да, с тысячи различных интерфейсов, это особенная прелесть, что такое интерфейс Revelation, это фла-файлы, флэш-файлы, вот их реально тысяча, вот, точнее, что-то там, что-то 956, что ли, ну, то есть тысяча здесь для красоты, и каждый из них это флэш-файл, какие-то свои анимации, какими-то своими собственными настройками, а есть еще сложный, да, он даже не только на китайском, там некоторые вещи вообще картинки, некоторые китайские языки, и тут у нас пришла пора флэшеров, то есть нам пришлось находить флэшеров, которые, собственно, как вы знаете, может быть не самая сейчас популярная технология для интерфейса, кстати, в свое время была очень продвинутая, до сих пор с ней удобно работать, ну, просто по факту, чем меньше во вебе используется флэш, тем сложнее найти хороших флэшеров, тоже там не все так просто, да, нельзя просто взять и подставить, слушайте, какой-то древний мем вспомнился, значит, фла-файлы, тексты, потому что все кнопки рассчитаны на китайский язык, там два, короче говоря, иероглифа, а здесь получается фраза такая, да, 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 то есть все это тоже надо руками было как-то растягивать, смотреть, а если ты растягиваешь, там все анимации может слететь, а если какой-то сложный пакет, потому что интерфейсы многослойные, вот один из первых интерфейсов, на котором мы начали работать, у них 300 слоев, 1000 интерфейсов, 300 слоев, ну, можно там, не знаю, пофантазировать и сказать, что у нас там до 300 тысяч различных слоев на обработку, но это будет в районе некоторые попроще, но некоторые есть такие мудреные, то есть очень сложно, самое сложное, чем мы когда-либо сталкивались, но ничего, на самом деле все хорошо, работали много, вот до сих пор продолжаем, поэтому я сейчас немножечко, если буду спотыкаться где-то или запинаться, вы меня просите, потому что, ну, стопом и работай, и как, собственно, все это дело, самое главное, протестировать такой огромный объем, да, то есть как то же самое регресс-тестирование, что такое регресс-тестирование, когда с самого начала вся игра полностью проходится, да, мы перед УБТ будем делать, но два фактора, первый фактор, очень у нас игроки сильно игру ждут, очень нетерпеливые, мы проанонсились, может быть, как бы вы уже знаете, да, то есть там, раньше как-то к этому поспокойнее относились, типа проанонсировали, и ждем, и ждем, и ждем, что-то пишем, здесь же все, там, я уже месяц жду, когда отправят, как бы попроют мою заявку, вот, вот это все началось, но на самом деле ничего страшного нет, имеет право, по сути дела, почему, вот такое взгляд на жизнь, я тоже, вот, не знаю, No Man Sky ждал долго, вот, да, а потом не получил мультиплеера, ну, скажем так, я, сложно же признаваться, что что-то купил, это дурак какой-то, да, я получаю удовольствие, мне нравится, мне норм, то есть вообще никого нету, слоники там со всякими крылышками от стрекозы, мне нравится до сих пор, но в любом случае, да, немножко не тот проект, ладно, речь не о No Man Sky, это ожидание игроков, во-первых, потому что очень хочется уже ребятам куда-то поучаствовать, что-то посмотреть, почипать пальцы, и второе, это, а вот это огромное количество контента, который надо просто все протестировать, там, я не знаю, все самые маленькие вещи, какие-то вещи, как вы знаете, случаются не в 100% случаев, что такое, цвет, цвет, я не знаю, вот это, в этом изначально смысл, смысл, а он, на самом деле, понимают это. А вот игроки, кстати, часто, да, то есть тоже, да, компания, если честно, некоторые, уже, хотел сказать, тоже к ЗБС, закрытому бета-тесту, они относятся скорее к какому-то, да, превью-проекту непосредственно, очень много их, давайте посмотрим, что-то игрушенько, да, посмотрели, игра плоха, потому что не сделана, это, 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 это и вообще. Абсолютно, на самых сложных, серьезных вещах у нас это ЗБТ проходит, то есть мы действительно хотим, чтобы люди тестировали, смотрели. Огромное вот это вот количество контент, куча всяких мест, где там баги могут возникать, там, не знаю, не каждый раз, да, то есть, в 20% случаев мы можем это просто не поймать, учитывая вот этот вот объем работы. Поэтому, что мы сделали, мы разделили весь контент на несколько частей по левел капу, да, вот, например, у нас левел кап будет 49, чтобы ребята прошли, значит, все до этого левел капа, все там облазили, все наши баги, посмотрели, вместе собрали нам отрепортинг, мы сделали специальную такую команду, QA, которая будет работать только с багами пользователей, то есть, там, обычно, ну, то есть, тоже как вариант, ребятки всегда думают, да что мы там, типа, что-то репортим, никто ничего не делает, я не знаю, у нас немножко не так вообще в компании, а вот для ревелэйшн совсем не так. У них будет форма, прямо в игре доступна, в которой вызываешься, там, постишь баг, описываешь его, а нападают наши специально подготовленные люди, которые сидят специально за этим. То есть, не надо будет заходить на какую-то страницу, ничего, а именно там можно будет написать сразу и отправить. Это же удобно, потому что ты видишь баг, ты сразу его репортишь, и он продолжаешь играть дальше, быстро. И вот эти вот парни, которые у нас будут сидеть и дослеживать, они будут специально, то есть, у нас такой специальный склад по работе, именно с фидбэками наших тестеров замечательных. Таким образом, мы просто и выпустить игру сможем быстрее, и протестировать лучше, и действительно игроков сможем как-то там попросить тестировать. Калерный вопрос. Валяй. А если игроку выгодно не говорить о баге, как смотивировать его, то, чтобы он его отправил? Ааа, слушай, ну это только вот. Это интересный вопрос. Слушай, ну как бы есть несколько вариантов мотивации людей. Я не буду сказать, что тебе вопрос задумал. Многие люди, ну во-первых, ладно, есть такие, что, ну понятно, с черным умыслом, все это ладно, они увидели брешь, не сказали воспользоваться. Но в принципе, как и на всех этапах, первый этап у меня был Skyforge, соответственно, ЗБТ было на два месяца, то четыре этапа, включая два стресс-теста. Соответственно, в конце ЗБТ выдавались награды. Не такие, как НРД, но что-то половинчатое, соответственно, со всякими уникальными штуками для тестеров. Соответственно, даже в дальнейшем был этот доступ на ПТС у меня, даже, по-моему, до сих пор остался. Вот что-то нечто подобное в ревелайшн не будет. Слушай, безусловно, у нас самые, как бы, наши замечательные тестировщики будут вполне себе вознаграждаться. Мы еще думаем над наградами, точно это будут у нас и НРД, и какие-то коллекционные издания тоже у нас будут в итоге, тоже сейчас подумаем, если успеем их сделать до запуска, их обязательно наградим. То есть, большей частью, это будет какой-то внутроигровой контент, но справедливо ты игре помог выйти в свет, хорошая, да? Игровая валюта. Да, 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 вот эти вот вещи. Игровая валюта, мы бы хотелось не разбрасываться бы, да, знаешь почему? Потому что... Экономика. Да не то, чтобы экономика, на самом деле, вот деньгами, когда ты мотивируешь именно людей, уже включаются несколько другие механизмы. Рублями. Да и игровой валютой тоже. То есть, фарм игровой валютой, но начнут ребята думать не как, так сказать, а как на фарме... Не как игру лучше сделать, а как себе подзаработать. Игровой валютой абсолютно точно. Костюмы. Ну, это мы уж как-то придумаем, надеюсь, что понравится. Вот, пожалуйста, у нас НРД есть. Они очень неплохие, вот, собрали мы их хорошо, именно как бы из точки зрения игровых механик и какой-то декоративки тоже. И по цене они очень выгодные, да. А еще один вопрос, касаемо вот этого вот баг-репорта, да, который реализован в игре, ответная форма будет, нет? Ответная форма не будет, но будут отчеты, которые тоже будут делаться нашей специальной темой, какие баги взяли в работу, какие... Ну, собственно, баг проверяется, смотрится баг-то не баг, соответственно, ему присваивается номер какой-то, да, но там номер это не так важно, ему присваивается степень этой важности, то есть игроки смогут видеть у нас, что вот из того, что они отрепотят, то есть они когда-то будут капать, там, не знаю, куда-то далеко, да. Если делать ответную форму, то я тебе уверяю, там, 70% вопросов, это будет слышать админ, а когда ЗБТ, а вообще, что дела, а как вообще сложно, нет? А именно то, что их фидбэк принят, это будет отображено. То есть мы планируем, ну, то есть как бы нам игроки посылают баги, мы планируем перед ними отчитываться, что эти баги, они действительно взяли в работу, взяты, да, соответственно. Вот, то есть это как пожертвование в этих, в благотворительные фонды, вот, когда ты, собственно, там, не знаю, кошкам даешь денег, да, то есть на что-то на приют кошачий, и ты должен смотреть, что это действительно пошло. Как будет проходить ЗБТ? Три этапа, это пока что, собственно, наши примерные, да, то есть на сколько мы можем поделить контент, да, кстати, понимаете, да, почему, ну, конечно, понимаете, наверное, просто, может быть, стоит объяснить, почему контент вот так мы добавляем, да, то есть потихонечку кусочками, потому что когда игроки, допустим, вот открыты, да, высокого уровня, ну, как бы есть соблазн, логично, это, да, пролететь все и тусоваться на хай-энде. А нам хочется, чтобы у нас вся игра была плюс-минус протестирована. Вот, и, во-первых, во-вторых, тексты для него готовы лучше всего. Ну, то есть, как минимум, мы уже, ну, то есть, не сваливаем на игроков, смотрите, мы тут что-то сделали, да, давайте вот в эту хрень, короче, играйте, там, ищите для нас баги, да, то есть контент уже сами нами, ну, как бы обработан на том уровне, который уже не стыдно показать. Вот, и, то есть нам его показывать не стыдно уже. И, то есть, они уже будут искать реально баги, а не то, что мы там поленились за ним, ну, как бы доделать или, там, говорим, типа, делайте нашу работу, то есть. Самое главное, чтобы игроки тоже это понимают прекрасно, потому что те, кто стремятся, допустим, если брать года два назад, где, допустим, два-три назад, как за БТ проводились, кидали вот так голый клиент, делайте, что хотите, узнавайте, но дело в том, что просто показывает практика, постоянно хай-энд-контент, когда дают максимальный, есть и баги, которые на старте за БТ, это могут быть и дюпы, и боты, и читы, и вот это вот проверять на это все. Ну, в принципе, чисто с точки зрения разработчиков, это нельзя делать. А с точки зрения игрока нужно понимать, что нужно, в конце концов, тоже... Что ты находишься на закрытом БТ-тестере. Я думаю, что, вот я надеюсь, что вы, как бы, это поможете довести, потому что, как я уже сказал, это даже не то, что, типа, «Ребята, ой, у нас за БТ!» А такие, блин, тут все криво, давайте скажем, что у нас за БТ. Нет, как раз наоборот, мы хотим, чтобы ребятки пришли и помогли нам его дополировать, привести к тому финальному качеству, когда уже нам, грубо говоря, уже будет не стыдно брать с игроков денег, там, вводить игровой магазин, вот это все, чтобы заниматься. Действительно огромный, вот беспрецедентно огромный проект. У меня вот не было никогда такого большого проекта. Я даже не играл, по-моему, в такой вот. А есть еще один вопрос. Ну, есть же все вот такие вот пиратские сервера, да? Вот. Будет ли возможность его создать? Слушай, вот такие политики... Нет, это не то, что я хочу, а как бы... Я могу ответить на этот вопрос. Во-первых, потому что игра очень с огромным контентом. Сервак никто его просто так не выложит. А реалистичный инжиниринг для этой игры займет очень много лет. Я не думаю, что пиратки появятся вообще в ближайшие 10 лет. У нас очень по-китайским проект. Это очень хорошая защита просто самого клиента, в первую очередь. Нет, там нет по защите, на самом деле. В общем, все может быть, на самом деле, да? Сейчас призыв какой-то прозвучит. Действительно, как бы быть, там, знаешь, что это... Что это, господи? Вот, завекаться ничего не буду, но мне кажется, это действительно маловероятно. Нет, для интеграции. Так, она настолько огромная махина, что ее просто, ну, если даже что-то там такое, какие-нибудь умельцы выпустят, то это будет настолько маложизнеспособная штука. Это просто не быдово. Там, просто я боюсь, вот сам я говорю, мы сами-то у нас вызывает этого большого... Причем у нас есть там поддержка партнеров, у нас есть инструменты, которые мы дают. Нам и самим сложно все это вместе собрать так, чтобы оно держалось и хорошо работало. То есть, не говорю, что не можно, но сложно. А вот если у тебя ничего нету, ни поддержки, да, то есть, ничего, ни понимания до конца, сколько там, какой контент должен работать. Потому что, ну, вот я представляю, сколько нужно будет протестировать вот это все для какой-то там группы людей. Ну, в общем, да, это такая вот. Команда там, если у вас она огромная, то там должна быть просто... А, Юрий, причем мы вот сейчас умираем на работе, это не то, что, как бы, я же не говорю, что мы работаем хорошо, я говорю, что много, это разные вещи, вот, поэтому не хвастаюсь. О, это я так, придется, как бы, пойти сейчас и болотчинить, и ребята наши китайские тоже, они выходят в выходные. И более того, не выходные, у них сейчас праздник недельный, ну, как бы, неделя длится. Вот, самый главный вопрос, насколько быстрый фидбэк у вас с разработчиками? Ну, вот они сейчас сидят и в свои праздники делают для нас всякие вещи. То есть, в режиме онлайн? Они в режиме онлайн, парни, очень... То есть, всяких заявок через неделю, да? Тут или там? Нет, 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 не через неделю, есть, да, то есть, разработчики спринты какие-то. А что значит разработчик спринт? Там есть сидят разработчики, которые, там, вот, колупают, там, движок, всякий вот такой бэкэнд, бэкэндыч, да? То есть, там, совсем глубоко. Вот этим парням, да, им проще всего, там, допустим, если это не баг, а вот какая-то, там, не знаю, что-то не работает, или что-то, какой-то баг-то не критично, им лучше выдавать задание на неделю. Ну, у нас есть своя выделенная тема, которая занимается, там, сборкой клиента, сервера. Они даже могут, если что, если нужно, чуть-чуть, там, поправить сам движочек. Они у нас на очень быстром доступе парням очень ждут выхода проекта Worldwide. Я говорю, NetEase огромнейшая компания, самая толстая после Tencent в Китае, да? Толстая не надо, не обидится, самая крупная, самая классная и успешная. Плюс, пласт-сайз. Пласт-сайз, я понял, она такая, пласт-пласт-пласт-сайз. И для них это, вот я говорю, если вот, ну, это такой уж совершенно офф-топ. Если посмотрите на, ой, на Е3, кто выступал, там выступает представитель NetEase. И они в основном рассказывали о том, как они движутся на Запад. И вот для них любой, вот так, особенно крупного клиентского проекта западный релиз, для них мы тоже Запад, потому что мы западники, так. Это очень, собственно, то, чего они очень ждут, гордятся и, скажем так, что-то такое вот зафакапить из-за своей собственной, там, не знаю, невспомогательности, они думают, что на это пойдут. Они сами очень волнуются. Знаешь, какой самый забавный вопрос я встречал у себя, типа, вот там, Mail.ru, да-да-да. Ну, я помню, что я федбэк скидывал, скорее всего, да-да-да. Интересное то, что вот там человек расписал положительные ключи, причем совершенно мне незнаком после нашего подкаста. Но вопросы были такие, да ну, на России играть, я пойду лучше на Европу играть. Пожалуйста. Ну, что значит, мы? У нас есть, как бы, наш. Ну, то есть, оно, как-то сказать, есть Mail.ru Group, большой Mail.ru Group, да, туда входит Одноклассник, туда входит ВКонтакте, там, туда входит, там, например, Майком, который издатель на Западе. Это не те же самые люди. То есть, это все-таки она в составе Mail.ru Group, но отдельная компания. Короче, евро-версию ведете, по сути, не вы. Ну, не вот наша команда, да, тут мы общаемся, мы делимся каким-то техническим решением, понятно, но нельзя сказать, что это вот, то есть, там, ценообразование, локализация, скоп, стратегия запуска, все решается отдельно, автономно. Ну, а баги, допустим, если то, что нашли, допустим, в ноябре, мы это передаем. Но у нас нет такого, что, дескать, вот, пока мы эту багу вместе не... Ну, это, вот, такая вот дружелюбная компания. Да, 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 то есть, товарищи наши, коллеги любимые, все такое прочее. Естественно, если мы четкую багу найдем, обязательно им сообщим, да. Естественно, если мы планируем, допустим, запустить какое-нибудь, там, не знаю, улучшение, да, то есть, в нашей версии сделать, мы им там скажем, вот у нас кота, например, забрали из НРД. Ну, вот, понравился он им. Как всем понравился? Кот понравился, да, то есть, когда мы его делали, у меня просто скот той же породы, и, правда, кошка, и меньшая, и не такая толстая, и не летающая, не на пять человек, вот, но, в основном, такая же, да, то есть, вот, это вот трибют моей любимой кошки, вроде, неплохой. Ну, соответственно, из этого вопрос тоже вытекает, блок по IP, а для евро не будет никаких блоков вообще? Слушай, нет, ну, что такое никаких блоков? Вот есть территория, на которой лицензированы, там, где будет оперировать продукт MyCom и Mail.ru. Это Западная Америка, это Европа, это Россия, там блоков между ними не будет. Если какая-то компания захочет запустить ревелышек в Тайване... Как? Вот именно я иду между MyCom... Не, не, между MyCom и Mail.ru не будет блоков. Единственное, это вот наша территория. Ну, был уже, по-моему, в одном проекте такой, что, типа, какие-то ребятки, которые, по-моему, то ли из Литвы, то ли из Германии купили что-то, то ли НРД, то ли что-то еще, и не смогли играть, например, на российской версии. Мы, чтобы избежать... Это проект, я не знаю. Да, да, вот. Вот, ну, что это за проект? Вот, не-не, я так просто. Это, ну, не важно, что это, даже этот проект, потому что, чтобы избежать вот этого СИО, никаких блоков не будет. Пожалуйста, если вы живете в Германии, хотите играть на русском языке, играйте. Соответственно, то же самое, если вы играете, там, не знаю, у вас... Вы, там, экспат приехали сюда, там, из Штатов, играйте, пожалуйста, в США отсюда. А это будет справедливо к игрокам, например, отчасти? Ну, допустим, ну, когда в режиме доната, например, те же самые европейцы, там, ну, довольно дешевле покупать все какие-то предметы. Я могу сразу сказать, язык для ММУРПГ, особенно для ММУРПГ, где у нас рекордное количество текстов, и все на этом тексте держится, если люди из Европы будут играть в русском языке, они просто ничего не поймут. То есть это серьезный такой вот дискомфорт, который, к сожалению, или счастью, не позволит им играть. Нет, есть, но в Европе прослойки, ну, русскоизучных людей, да, они живут там, они работают, и, то есть они получают, так скажем, зарплату европейскую, но при этом они будут играть на русском сервере, но эти предметы, по сути, будут каким-то образом оставаться дешевле. Ну, они будут покупать именно по тем ценам, как и коллектив этих ребят, с которыми они будут играть. Ну, то есть справедливость, несправедливо, точнее, это когда тебя вынуждают за, там, не знаю, низкую зарплату купать какие-то более дорогие вещи. То, что им от этого будет удобнее, что не знают русский язык, ну, что же, да, то есть мы даем возможность, то есть несправедливо, когда мы возможность отбираем, как мне кажется. Когда мы даем возможность, да, мне кажется, это как раз наоборот справедливо. Не, ну, для нас же тоже нет каких-то спеццен, когда мы идем играть на Китай, Корею, ну, на другие. Ну, потому что у нас все дороже. Я получаю русскую зарплату и иду что-то покупать на их валюте. Я, кстати, почему Лев такой вопрос задал. В этом году был неприятнейший случай. Есть такая игра, якобы духовный наследник Ragnarok Online, Triop Saver, которая запустилась. И она запускалась через Steam, но это уже политика Steam, и это их ошибка была. Которую они прикрыли только почти через месяц, и это очень было плохо. Ребята, соответственно, по прокси, меняли регион, логинились и покупали NRD с жетонами на премиум за 900 рублей 3 жетона, 3 месяца. А у них это стоило, допустим, 50 долларов. В общем, по курсу они выигрывали почти в два раза. Можешь я спросить, как твой макар, я тебя запрещаю. На правах твоего пиарщика лично я запрещаю комментировать. Ох, черт возьми, я бы сейчас ответил, а. Вот, смотрите, на самом деле... Не отвечайте на этот вопрос. Да я не буду отвечать на этот вопрос, извини, я не буду. Мне очень хочется... Вы под защитой не обязаны отвечать. Не обязаны. Я не к тому, что говорю, что это плохо. Действительно, чужие проекты мы не комментируем. Единственное, что я могу сказать вам. Есть, да, какая-то площадка. Там одни цены, собственно, и на этой площадке больше всего там людей... Ну, как бы, находятся люди, которые играют, собственно, по этим ценам. С российскими предметами на европейских серверах человек играть не сможет. Если он покупает наши российские предметы, он непосредственно идет играть уже только у нас. То есть у него не будет никакого нечестного преимущества перед ребятами из Европы, потому что они с ними не встретятся. А он будет находиться в тех же самых равных условиях, что и, как бы, наши ребята. Из своей практики знаешь, что все... То есть большая часть пацанов, которые вот сейчас по Европам и по Штатам, у них материальное положение таково, что слишком там не побанкуешь. Даже с учетом европейских зарплат. Потому что там также еще есть европейские налоги, европейские цены за жилье и европейские... Многие всякие другие вещи. Может, стоит сделать сервера локализованные по регионам? Они есть локализованные по регионам. То есть Россия, Россия, Европа, Европа, Америка... Нет, это скорее так. Европа и Америка, они вместе будут в одном, как бы, кластере. Ну, то есть в разных, физически, ну, там будет выбор. Территория My.com. А российский сервер, это будет отдельный сервер. То есть они не будут соприкасаться. То есть нельзя будет накупить у нас вещей и принести, да, вот этого всего на европейский сервер и сказать, все, теперь вас победю. Тоже выходы. Потому что поэтому, собственно, все вполне себе справедливо. Правильно мы сейчас корректируем, чтобы игроки поняли, что не будет, вы зайдете в лаунчер, у вас русский, английский, зайдешь ты там с России на европейский, купил по этим по русским ценам все донат шмоты. Нет, нет, ни в коем случае не будет. В общем, этого не будет. Никак. Не будет. Ну, это правда. То есть, на самом деле, у нас ребятки все говорят, там, вот, а, европейские пацаны говорят, а что там все так дешево-то, да, вот, что такое вообще. Ну, действительно, есть такая вещь. То есть, и с кризисом, и со всем, ну, как бы, у людей, там, стало меньше, как у свободных денег. Мы же тоже не какие-то монстры страшные, да, чтобы там, вот, действительно, у нас, по-моему, один из самых недорогих первых НРД сделали. То есть, писаешь, там, как бы, ребят даже, у которых есть проблемы. Мне тоже не недорогие. Ценник, он адекватный для, в принципе, любого НРД, который вышел за последние два года. А стоимость, мы тогда разбирали на подкасте, который ребята с HDQD посчитали, вышло без скидки в районе 12 тысяч рублей. Я скорее про другое, про наш первый НРД. За 250. А, за 250. За 250. Это вот, знаешь, это вот специально, чтобы, в принципе, да, 250 рублей, я даже думаю. Какой берет. Да. То есть, вот, если тебе прям совсем хочется фанат, пожалуйста, да, ты не получишь каких-то супер-пупер плюшек. Ну, там, достойно, на самом деле, плюшек тоже. Ну, для назови цены. Но ты, как минимум, сможешь себе позволить пойти, там, протестировать, да, игру. Аэроэкспресс дороже всего два раза. Он, короче, сейчас у нас самый популярный и логичный НРД. И, ну, так-то, если честно, можно для протокола. Деньги мы на нем особо не зарабатываем. Несмотря на то, что он популярный, доля его в заработке, она небольшая. Да, но вот это чисто репутационно, приятно, потому что у нас уже там несколько десятков тысяч уже и того приобрело НРД. А будет какая-то громкая... Если будет что сообщить, будем. Но вы уже понимаете, что это такое большей частью пиар-повод, да? То есть, смотрите, как у нас, типа, все хорошо. Я, если честно, мое дело маленькое, я в земле ковыряюсь. Я могу сказать, хэштег я не боюсь сказать. Мы не боимся показать. Мы не боимся сказать. Я могу, например, сейчас сказать цифру. Ну, не боюсь, потому что у меня есть пиарщик. Который мне это запретил? Там много. Там много. Ну, то есть, именно и твинков не так много. Вот это приятно. Потому что мы, если честно, думали, что у нас будет больше твинков. Потенциальная аудитория, грубо говоря. Ну, то есть, не-не. Ну, когда у тебя регистрации много, ты такой смотришь, ух ты, у меня 50% повторной регистрации такой. Ну, и дальше, я не знаю. Если у вас есть какие-то вопросы. Здесь дальше замечательно. На три этапа я уже сказал, да? То есть, мы будем... Как это не было завтра, Ева? Смотрим. Первый у нас, да? Потом мы посмотрим, какой у нас, где у нас логичнее всего оканчивается, как, но еще не определись, какой у нас. Почему у нас нет информации по... На следующем этапе. Там нужно установить крышечку правильно. Почему? Там максимально, ну, то есть, был именно этот уровень контент доступный. То есть, ты можешь, не знаю, какой-нибудь главный квест оборвать, или, там, за один уровень до того, как у тебя какой-нибудь важный кусок функционал откроется. Ну, там тоже неприятно. Сейчас мы как раз считаем, где лучше установить вторую крышечку. Поскольку эта крышечка, она искусственная будет, вот, мы до сих пор это рисуем. Последний будет на 79-ом. Это я только что могу сказать, потому что больше пока что уровней в игре нет. Тоже очень частый вопрос, ребята спрашивают, а так же можно будет премиум покупать за игровую валюту, как в Китае? Смотри, я могу так сказать, что, вот, китайскую систему мы практически не меняем. Почему я говорю практически, потому что скоро узнаете, там ничего плохого не будет. Вот, сразу говорю. не-не-не-не. Просто я к тому, что это не более того, там мало того, что ничего плохого не будет. Сейчас я продезерю. Потому что мне не заплетят сказать. Там мы просто попросим игроков самим выбирать, как им хочется делать одну из вещей. То есть просто все игроки, именно игроки ревелейшн, то есть наши зарегистрированные поясы, будут сами смотреть, как удобнее. так или так. В остальном у Китая не будет делать. Вот. Там есть возможность внутри приобрести донатную… там аукцион, в общем, валюты, где можно поменять одну из валют на донатную валют, таким способом воплотить прием. То есть мы это дело не намереваемся выключать. Если что-то внезапно мы поймем, что вау, там это супер-пупер-лист, когда обязательно один напишем, пока что мы таких рисков не имеем. Вот. Официально у нас магазинная история, она чуть-чуть впереди. Всегда история очень зыбкая. У нас в ревелейшн, по-моему, там 5 валют, если там кое-что считать еще за валюту. Это тоже… Ну тут всего много в этом ревелейшн. Вот. Дом полная чаша. И поэтому еще это дело будем аудировать и смотреть, но пока нет никаких каких-то задач, чтобы бучерить, да, то есть китайскую систему. Она очень много чего позволяет не платить, что там есть хочется. В китайской системе есть минус касательно тех самых камней под ПЛП, что там можно, грубо говоря, и донатить, и получать какой-то элемент по Итуину. У многих это как раз и волнует. Будет ли это картеуризация, или это будет оставаться в таком же виде? Давай я тебе прямо сразу скажу. Вот у нас сейчас магазин будет проанонсирован, и гугл рассмотреть на Федачу. То есть вот пока что… вот совсем сложную, сложную систему. ОНЕ ШАЙСЕ ОНЕ ЛОФЕЛ, Андрей. Значит… Извините, по-немецки. Работа работает. Вот. Вот сейчас, да, она очень дико сложная и комплексная. Вот так что-то там рубить, я боюсь, что может что-то сломаться. Поэтому пока что план урагана оставляем как есть. Кое-что, одну вещь мы спрашиваем игроков. Уже сейчас будем спрашивать. Да, то есть… И буду, кстати, всем вам признательно благодарен, если эту штуку поддержите. Такая вещь, она немножечко инновационненькая. Можно это как бы делать… Я не смогу действительно сейчас сказать полностью концепт, но там есть очень важные, идеологические, связанные с медитизацией вещи. И мы хотим самих игроков спросить, как они хотят сделать. То есть, помятую, например, там историю с арками. Да, то есть когда… Вот сейчас буду сказать, типа, ребята, вот как сами хотите. Я вам всегда показываю куда-то вот, когда что-то рассказывают. Просто это вот тоже первый раз мы, по-моему, такое делают. И это действительно сильно будет влиять, в том числе, и на… ну, как будет проектно инвентизированный и все таки прочее. Вот мы даже… Ну, скажем так, мы действительно спросим действительных игроков. У нас есть возможность, например, в наших опросах смотреть… там, зарегистрировали ли ты на Revealation? Не с одного или того же самого IP-то зарегистрировали на Revealation? То есть отсекать каких-то твинков. То есть это будет действительно… Ну, IP есть жена-муж. Вот. Слушай, жена-муж, но там у нас как считается, если есть какая-то доля небольшая по IP, да, то есть если человек зарегистрировал там типа по двумой. Ну, в смысле два человека по двумой. Мы не обращаем внимания. Если человек зарегистрировал там 10 человек, мы уже… Большая семья. Да. То есть такого большая семья, она у нас не предусмотрена. Тем более, что большая часть IP сейчас у нас меняются. Еще один вопрос по данной отношении составляющей, с ответом или без. То, что можно будет купить, это будут отчасти чисто внешки. В общем, вещи, которые повлияют на баланс в игре, они будут покупаться? Ну, смотри, вот как бы сложный вопрос. Я действительно… Давай подождем подробности. Есть там вещи, которые… Давай так, есть ли там вещи, которые люди считают, что они влияют на баланс в магазине? Шмот. Вот просто шмот. Да. Вот просто шмот. Он без статов, без характеристик. Вот именно вот эта украшалка, она там есть. Есть ли какие-то вещи, которые люди считают, что влияют на баланс в игре? Есть. Можно ли эти же самые вещи приобрести вне магазина? Можно. Но вот… Как бы… Вот оно такое. То есть, я не припомню ни одной реально такой… Ну, типа прем действительно вам только магазин приобретается. Но, опять же, чтобы купить этот прем, ты можешь определенным способом эту донатную валюту приобрести. Да. То есть, если человек действительно настроился, да, то есть, как бы, скажем так, играть без доната, да, то есть, он может это сделать. То есть, практически все вещи, которые продаются в донат-шопе и которые некоторые игроки считают, что они на баланс влияют, хотя там, мне кажется, в некоторых моментах не очень правда, они обычно всегда все упадают в игры сами. Угу. Сколько тебе надо будет потратить времени, чтобы их собрать? Ну, это уже надо смотреть, как люди среагируют, так что пойдет. Угу. Сколько серверов планируется в запуске? Вот интересный вопрос, черт с два, я на него отвечу. Почему? Потому что у нас железок собран на очень большой количество серверов, надо посмотреть, как народ. Максимальный вместительный сервер. 8000 – это софткап, потому что когда там 10000 – это техническая вместимость, 8000 – мы его игра ищем, чтобы не было никаких проблем, чтобы ничего не подлагивал, ничего. Но у нас есть большая кросс-сервная составляющая, как такая, и будет возможность, по крайней мере, техническое речи нет не вижу каналы в игре непосредственно доступны будут на всех логах в одинаковом количество либо нет нет одинаковым там есть свой то есть там канал во первых много разных есть не только там каналы есть какие-то вещи то можно объявление на весе давать чтобы она тебя зависла каналов куча они разные и есть какие-то каналы которые можно использовать можно читать везде например те же самые любимые семьи мегафоны которые орут там типа на весь сервер кстати тоже достается можно и по грен на память но да он по-другому именно под каналы именно потерю а их не ваканских нет это же символ из world да вот это я прошу прощения я отсюда не вру вчера работали сегодня работали я даже не знаю что происходит сейчас обязательно скажу перед следующим по поводу на китае есть такая клевая штука я как двухфакторная антификации у них свое приложение заняты всякие плюшки плюс дополнительной защиты почему-то людей тоже интересует быть у нас вообще такая штука все что касается с авторизации от антификации у нас будет своем но не забывай что у нас сейчас на данный момент логина играет почта и пароль mail.ru и кстати мне всегда было очень интересно и хочу создавать почту mail.ru господи да я не пользуюсь ей вообще использую это просто как логин и пароль да как на battle.nate собственно то есть никто тебя не просит там не знаю спам получать отруби ее но я не об этом я к тому что в этой же самой нашей почте уже предусмотрена двухфакторная аутентификация. но именно бонуса скорее нет если вы посмотрите на других проектах у нас есть замечательный приложить свой телефон привязка телефона она непосредственно является двухфакторной аутентификацией получить какой-то бонус то есть в игре нашей настолько много всяких бонусов мы уже их начинаем раздавать в том числе там из реперальную систему и за гильдийскую систему что обычно за эти вот маленькие бонусики одним больше меньше я говорю если будет необходимость всегда у нас на всех других наших проектах мы чем-то стимулируем. Такой вопрос необычный. В китайском клиенте есть бустер который улечит пинг все-таки игра очень пинг зависит. Уменьшает. Будет ли аналог российский? Мы проводили тест по нашим каналам и с дальнего востока у нас пинг будет что-то порядка ста и вот эта самая отдаленная точка если не будет за него запрос я надеюсь что на него запрос просто не будет. То есть вот серьезно потому что для Китая играть понятно что нужно, почему для некоторых это прям спасение, потому что не так пинг высыл, но у нас пока нет проблем с пингом. И спасибо вот чем ревелышен хороша, что второе кроме много контента можно абсолютно точно снять ревелышен даже при том что не делает рекламу. Очень хорошая оптимизация вообще в том числе и по связи по каналу. То есть какой бы у тебя не был старый комп, какой бы ни было все-таки резко сказал, может быть довольно таки старый комп, это может быть довольно таки не очень хороший канал, но там максимально выжимается, ну как-то прямо правильно сказал, есть даже вот помощник уже встроенный, то есть насколько ребята не заморачиваются тем, что играть можно было отовсюди, в чего угодно. Присутствие в составе гильдии увеличивает ли статы игроков? Самого по себе насколько я знаю нету, но там гильдийская механика, боже его говорит, обожаю это. Вот, да, то есть у тебя есть возможность эту гильдию прокачать, то есть это не просто ну хотя может быть и просто так если гильдия раскачана, в любом случае надо придется всей гильдой постараться, чтобы бонусы эти были воины максимально высокие, у тебя там есть свои территории, которые ты отстраиваешь, и войны, и рейтинги, и награды специальные гильдийские, вот такой вот самовар различных связанных с гильдией. То есть там вот там действительно, там вот отдельную прессу прокачать. К сожалению, вот она вся такая. У меня даже из головы что-то попадает, и часто бывает такая позорище, что ты прям не можешь вспомнить, что путь лишь потому что куча. Ну и вся. Многие еще вопросы, как обычно, бот и экономика защищаться будете? Нет, просто так скажем, давайте боти, короче, закроем. Ну слушай, будем. Более того, у нас есть своя разработка, которая поможет уже их разработке непосредственно китайской, которую установлена на китайском сервере, и там эта система уже умеет работать, вычислять всяких ботов и не ботов. Хмайоныч, ты что-нибудь про Непротек можешь рассказать умная? Ну я могу рассказать, что в китайском сервере работают. Наш Старший, Грэм, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь. Внутри игры я анализирую поведение игроков, соответственно, появляет неправомерных плохих людей, которые ботят, даже читят, например. Как именно она работает, я сейчас не скажу, да если я даже знал бы, я бы не сказал, потому что таким образом я бы сказал всю систему. Будет несколько защит, скажем так, будет встроена защита китайская, нативная, и будет наша. Которая же умеет знать, прошу прощения, вспоминаю, что она, ну как бы, собственно, эту игру защищает, и она адаптируется под новых ботов, под новые какие-то решения, а суть потому, что первые боты, они обычно из Китая же берутся для новых проектов, или из Кореи, ну скорее меньше, потому что там корейцы можно и в тюрьму присесть. То есть я надеюсь, что будет хорошо. Будет еще наша система защиты. А вот эти вот системы были реализованы ранее в проектах Мэйла? Ну, тут Армата, допустим, так же. Ну, нет, конечно, это же специально. Это же специально, что-то делались. А ты, ты, если не ошибаюсь, у молодых? Нет. Или, собственно, это, собственно, разработка NetEase. Она не протектка. А, нет, это не протектка. Вот. Игра, собственно говоря, будет доступна исключительно игрэмэйл, лаунчер, стим и прочее пропускаем стороной, да? Да, да, то есть у нас будет просто доступна через научную. Ну, по факту, да, но хочется, чтобы все, типа, все серьезно. Все лаунчер здесь, все трансляции, в том числе ревелэйшн. Вот, ну, опять же, да, постоянно народ жалуется, вот, типа, как же, все, а мне заходить, господи, ну, нажмите просто две кнопочки, все. И потом можно с ним дальше не работать, никаких себе других игр не качать, если не нравится. Ну, просто есть такое народоопасение, то, что там раньше можно было все эти спутники и прочее там подцепить мэйлэйл. Нету спутников. Сейчас спутников. Просто с той поры боятся. Вот, я гадом буду. Ну, кстати, во-первых, не только спутник. Мэйл-агент. Мэйл-агент, да. Как сапожник без момента не могу без мэйл-агента. Часть гимна мэлэйл. Значит, сейчас этого ничего нет, мусора есть один, чистый, незамутненный игровой центр, с кучей всяких функционалов, кому-то он не нужен, и не пользуетесь. Да, вот, то же самое, как создавать почту Мэйл-ру, там долго, плохо, не хочу спам, да и не читайте. Вот, реально, используйте ее для того, чтобы просто авторизоваться. Вот, я всегда почему-то, на самом деле, все, как бы, логично, разумно, но все к этому стремятся, когда они, ну, собирается свои пазы. А, Веверин, да, это рассказал, Веверин, да, рассказал. Как северные битвы будут? Конечно. Это наша гордость, счастье и склада. Я когда говорил, там, типа, парни, давайте вы нам, типа, забабахать побольше материалов классных по осадкам. Эльги, не по осадкам особо еще делают, как-то Агри, ну, у нас же там, Ва-2, вот что, все осадки, ударают, говорит, няня, у нас мы сейчас рекламируем нашу супер-пупер междусерверную Ревер-Ре гилд-битву. Аренки там кросс-серверные, пары режимов еще кросс-серверные, вот это вот супер-пупер, мега-Ревер-Ре гилд-битва. Это очень круто, всем рассказываю, всегда радуюсь, что можно бросать вызов, типа, другую серверу, типа, давайте с коты поверимся, типа, кто из вас круче, очень приятно, наверное, не на форуму, ты там прихожешь, ну, давайте вы к нам приходить, вам в завицу дерем, ну, давайте вы к нам в завицу дерем, давайте мы к вам твинками, вот это все, не, можно просто здесь зарубиться, это здорово, максимальное количество, вот это все, слушай, Михаил Иванович, помнишь цифру точную? Да, на большой. Вот не скажу сейчас, могу сказать, потому что в голове, если скажу? Ну, давай, слушай, у меня крутится 600, вот у меня, вот 500-600, вот тут сейчас, серьезно, точно не могу сейчас сказать. У меня изначально было, заезжали, там, что-то было, тысяча, но... Да, 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 потом срезали, ну, то есть, хватает, да, то есть, там, насколько я обиду, даже знаю, что там есть еще альянс гильдии, да, то есть, не просто гильды, которые там отдельно, можно еще в альянс входить, там, до школы-то. Кросс-сервер? Ну вот, да, для кроссс-серверных бит тоже. Вот здесь будешь соврать, потому что мы до этого контент сами щупали, и грамма сменяется так, что был конфуз вообще реально, когда мы пригласили гильдии, топ-гильдии, начинаем рассказывать, и подрубили китайский дизайнер, типа там. И вот, говорит, он отвечает на их вопросы, а мы, ну, а что, вот, как бы я так вот, разглядяя, ну, то есть, мне нравится, когда там, типа, клиповую информацию идет, поэтому я пиар не вижу. Это в твоей голове все. И там, говорит, сколько у вас максимум людей на гильдии? На одном сервере? Я говорю, пять тысяч. Тут, наверное, аккуратная информация. Тут, наверное, говорит такой, типа, человек. Типа, говорит, давайте спросим у дизайна еще. Он говорит, восемь. И зачем вы нагретете? Ну вот, пожалуйста, видите, все, честно, никто не подговорил, да, то есть, вот, человек включает правду на то, что ему там сказали. И, действительно, просто за тот момент, да, во время пути собака могла подрасти, был накачан патч, который расширяет количество, увеличивает количество людей на сервере. То есть, непостоятно занимается вот этим вот изменением. Да, сейчас он почем какие-то изменения происходят даже, когда у нас внутрирабочий процесс. Да, да, да. Мы общаемся с цех, там, как так сказать, лид QA, у нас неожиданно. Вот у нас поменялась уже пакетка, механика. Глаз дергается от этих вещей. Какой промежуток планируется? Ну, в двух словах. Насколько быстро планируется выпуск нового патча после выхода на Китай? Сложный вопрос, но... Вы такой даже сформулировали. Как планируете сократить разрыв мероприятия Китая? Мой разрыв таргетный – это 3-4 месяца. Ну, соответственно, пока я здесь манкин-продюсер, собственно, это то, к чему будем стремиться. Вот. Это почему? То есть, я даже сейчас скажу, потому что есть электроэффечивник, даже как и прочее, они обкатываются на сервере китайском. И, соответственно, если там какая-то полпеллажа, например, ребятки, как вы знаете, они боятся экспериментировать, они постоянно что-то добавляют. За это им большой респект и уважаю у кого-то недавно удалили. Но иногда что-то бывает, что, возможно, нам и не нужно, от чем мы там откажемся. И все равно нужно будет вырезать из нашей версии. Например, есть там замечательный такой жест «кабэдон». Традиционный японский жест, который, собственно, выражает всю нежность и радость. Ну а что, тебе нужен будет партнер. Это жест выражается в том, что ты берешь и прижимаешь к стене девушку. Там разные все есть вариации. И там есть такие разные вариации, что вот эта статья, да, то есть из-защитки. Я знаю, что в данный человек, например, ногами так делаешь, но это, мне кажется, уже... Короче, оммай факт. Почему я это не заснял? Оммай факт. Ну, то есть вот «кабэдонов» нет, вот нет. Когда ты девчуточку так вот прижимаешь, у нас-то, как бы, как называется, да, совершение развратных действий в отношении совершеннолетнего. Ну, просто вот как пример. Так, а вопрос такой еще. Я как-то отстал вот с вот этой новостью. В Китае уже HD текстуры завезли. Они их завозят потихонечку. Короче, первые завезли в апреле уже, да, то есть они уже завезены, и у нас и наши версии будут. И они потихонечку их завозят. То есть, насколько я знаю, там точно завезли в апреле волосы и еще какие-то вещи, и еще пару новых локаций. И они их завозят с каждым мажорным мажором. Что-то по свадьбам изменилось? Ну, например, переставить можно с мужчиной и с мужчиной жениться. У нас прошу прощения. А женщины с женщиной? Женщины с женщиной. У нас законодательство. То есть, как бы гей-пропаганда. Она, между прочим, относится и женщина к женщине. А мы и за фон соблюдаем. А что касательно друида-мужчины? Ну, попробуйте создать на этом билде друида-мужчины. Типа, I dare you! А, кстати, можно будет? Он же не закрыт у нас здесь. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Мы можем сейчас проверить, собственно. Давай, сделай это дело. Ну, на самом деле, нельзя будет создать. Вернее, как мужчину друиду можно будет создать. Как вы знаете, у нас не только есть вот этот вот качок бородатый, который как маленькая веточка проявит, но еще два манерных черта друида. Пошел проверять. Серьезно, чтобы и нет. Вот. И вот эти два мажорных черта, короче, манерных, да, они вроде такие просто манерные черти, и их мы оставим. То есть там можно создать мужчину, такие с тонкими ногами, с тонкими руками. Я, например, создавал очень крутого. Я ему сделал огромные такие вот культяпки, такие вот ладони, и длинные руки, длинные ноги, и зеленое лицо, и получился такой Элиан прикольный. Никому не рекомендую. Я вижу, что можно, но... Ну, вот версия, которая пойдет к пользователю... Можно вот это вот? Что, сделать или заседать? Нет. Нет, это на Китай смысле. Майюнч, прикрой образурии, как мандрофт, кидайся на монитор, пока эти чертики. Ты можешь просто зайти на Китай, и там это просто... Паника. Блогер выходит из-под контроля. Чем ты занимаешься? Здравствуйте. У меня есть последний вопрос, касательно аренды кросс-сервера. Собственно, будет ли возможность... Будет ли рейтинг аренд, грубо говоря? Будет ли какие-то кросс-серверные турниры и планы вообще, допустим, на международные турниры и так далее? Это как сказать? Там более того, там даже есть сезоны как бы этих аренд, по итогу которого распределяются награды. Есть и очки специальной аренды, которые ты получаешь. То есть там, вот что касается рейтингов, там просто этих рейтингов... Меня именно кросс-серверные интересуют. Есть. И социальный выход это именно... Смотри, кросс-серверные у нас точно будут. Арены это кросс-серверные, у нас элемент геймплея ПВП. Кстати, сразу говорю, скорее всего их не будет на ЗБТ на самом первом этапе, потому что их... Кросс-серверная арена. Вообще не будет арена. Вообще не будет арена. Скорее, вот именно на первом этапе. Мы их можем потом добавить почем, объясню почему. Потому что они на 50-х стартуют. И мы хотели, чтобы ребятки уже на 40-х... Ну то есть как бы... Ну то есть в 49-й кап там логично вот эту крючку закрыть по всему другому контенту. Мы хотели, чтобы они переносли аренку, чтобы они были на 49-х. Пока это крашит игру. Вот если они доделают, может арена не быть. Посмотрим. Посмотрим. Но они точно будут уже с обновлением. Мотлграунд будет. И все остальное будет. Но все-таки касательно возможностей будущих как-то турниров. Они очень любят, китайцы, всякие венты. Я думаю, что они на сами даже к этому будут проталкивать. Потому что они будут призывать. Да. Они постоянно хотят сделать вместе какой-нибудь огромный там ивент. Что-нибудь такое вот. Просто тот же бой Венцов. Он именно как раз этим. Они себя и пиарили. Что у нас там международные кросс-серверные турниры. Киберспорт. Ну только они туда и пошли. Тут баба тоже очень неплохо. Слушай, смотри. Ну там, конечно, все-таки это в меньшей степени киберспорт. Именно такое, 5-го, да. Турниры. Турниры, безусловно, если у нас будет возможность есть у нас план. Сейчас вот смотрим, как у нас из Штатов с Европой насколько им, ну насколько им небольшой пинг. Можно ли сделать им, ну то есть можно ли их связать кросс-сервер, но. Это первый этап. Это майком, я знаю, делать. То есть они берут классы в Штатах, они берут классы в Европе и смотрят, можно ли их матчить друг на друг. А если будет такая возможность, конечно, мы будем это делать. И что, прикинь, каковы ветки. Это же просто можно. В общем, самое что забавное, кросс-серверные мировые турниры еще начались в 2005 году первые. Это по RVL? Нет. Наша игра тогда еще не вышла, но турниры уже начались. Нет, по другим играм, но одно из самых популярных было, когда из России ребята ездили по Рогнарьку. По Lineage не знаю, но по Рогнарьку проводились и до сих пор проводятся в Корее турниры. На самом деле, что бы очень хотелось попросить вас донести, что доходит. Понятно, все вопросы, которые задали, посталось ответить как можно, что это у нас ЗБТ, реально ЗБТ. И это не просто так, что мы хотим на ребят там свалить что-то, что мы сами хотим сделать. У нас там, в принципе, все плюс-минус уже сделано. Мы хотим проверить каждый, действительно, в Городчик. И хотим всю игру вот так вот при помощи игроков сделать действительно отличного качества. Я знаю, что не все проекты, ну скажем так, даже некоторые большие проекты в прошлом они запускались даже на ЗБТ в качестве такого. Ну, то есть, истерия того, что нам пока не хочется это делать, давайте вы там будете это делать из-за нас. Не наш случай. Вот. Но, опять же, много чего может встретиться. Это, действительно, огромная вещь. И я очень рад, что вот вы уже сами как-то с этим соприкасались и понимаете, о чем я говорю, да. То есть, стало сложности локализации, огромное количество контента и все вот это вот. То есть, не приходится он это объяснять, что типа мыло… И флэш. Да. И флэш. Мыло опять врет, типа там что-то. Ну там, флэш, единственное, да, то есть, что это плохо, что руками все-все-все приходится пересобирать и тестировать. Да, 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 да. Исполнять скрипты и вся сетка, короче, перефигачивать. Там, помимо еще этого, в некоторых флэшах есть скрипты и экшен. Да, 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 скрипты и экшен. Ну да, там когда нажимаешь такой кнопочкой, там все переворачиваются, анимироваться и крутиться. То есть, или их просто… Давай… Да. Ребят, сейчас эксклюзивно для вас мы немного покажем то, что вы увидите уже 12-го числа. Правильно? Да. Вот. Буквально краем глаза. Окунемся в мир Revelation в Россию и посмотрим на всю прелесть. А пока я поиграю, ну, больше снимать, к сожалению, нельзя. И расскажу о впечатлениях уже позже отдельно в видео. Ой, совершенно случайно прошла камера запись. Ой, да что ж запись-то не останавливается. Кстати, она… Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а мы с своей стороны максимально что-то еще приместим. Ну, спускаляется это… Я почему безмога не дам? Ну да. Все хорошо, спускаляется. Ну, иногда вот так было. Ну, на самом деле, народ может нашел что угодно. Да, в том числе. Да. Но… Есть еще на чем поработать. Всякое. Нет. Я бы не хотели… А меня опять гвардой убили за клубы. А? А? Ну что, мои дорогие друзья, вот и завершился наш прекраснейший и очень, я надеюсь, для вас информативный поход в офис Mail.ru. Много мы узнали про игру Revelation, что нас ждет, что будет хорошего. И вообще посидели в прекрасной теплой обстановке, как я всегда и стараюсь ее сделать в эфирах и в своих видео. Ребятам всем большое спасибо. Было очень здорово, замечательно. Повидались, наговорились, информацию получили. Всего вам доброго, по традиции, здоровья и хороших ММРПГ. С вами был Юга. До связи.